Добрый день, уважаемые студенты! Команда школы номер 8 города Озерска представляет проект региональный центр общательной технологии. Мы – команда Техномаги. Мы родом из инженерно-технологической смены лета 2021. Там мы познакомились и подружились. Красников Егор, 9 класс. Капитан команды, главный программист и конструктор статичной части проекта. Поляков Никита и Хрущелев Карен, 6 класс. Конструкторы и программисты подвижной части проекта. Палагина Юлия, 6 класс. Теоретик проекта и оформлитель по совместительству. И Купчик Станислав, 7 класс. Младший конструктор. Можете ли вы с полной уверенностью ответить на вопрос «физик вы или лирик?» Вот и мы в лагере так и не смогли ответить на этот вопрос. С одной стороны, занятия робототехникой, 3D-моделированием, мехатроникой, создание макетов производств и их защита. С другой, машина Голдберга и спектакль «Чемодан чепухи», демонстрирующий эту машину и показанный ребятам, посещающим лагерь. Даже мы сами не верили до конца в то, что все задуманное получится. Но нам удалось подтвердить на практике, что возможно все. На невозможное просто требуется больше времени. То есть наши юные инженеры оказались и физиками, и лириками одновременно. Тогда становится понятным наше представление. Город Озерск расположен на восточных склонах Южноуральского хребта. В окружении озер, Иртяж, Большая Нанога, Малая Нанога и Казаутаж. Белье восточные склоны Уральского хребта. Ближайшие высоты минус 203 и 245 метров. Абсолютный максимум температуры плюс 37 градусов. Абсолютный минимум минус 47. Среднее количество осадков 393 миллиметра. Снежный покров держится в среднем 184 дня. Максимальная высота снежного покрова 27 сантиметров. И еще несколько рекордов. Самое высокое здание Озерска, 14 этажей, находится на улице Матросова. Самая длинная улица города 2 километра, проспект Пленина, тянется через весь город запада на восток. Самая короткая, цветочная улица, 184 метра. Самая широкая улица города, проспект Карла Маркса, 100 метров. Самая узкая Царевского, 12. Итого 1478. Зачем бы мы все это сложили? Да вот просто захотелось. Я художник, я так вижу. И как настоящие художники, мы выбрали самые красивые места нашего города, чтобы вы тоже в мире добились. Наша школа номер 38. Год основания 1964. В школе 78 сотрудников и 760 учеников на 27 классов, которые проживают в 200 домах, закрепленных за территорией школы. Школа располагается на территории 18 335 квадратных метров. В школьных зданиях оборудованы 40 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, 1 библиотека, общий библиотечный фонд 26 708 экземпляров книг. Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных метров. Итого, с точки зрения арифметики, 48 275. Чего же? А кто его знает? Просто Карену посчитать захотелось. На слайде наш Центр обототехники сегодня. Региональный Центр облучательных технологий тоже показался нам чем-то невозможным. Когда мы начали изучать предприятие, первым вопросом было, мы что теперь, радиоактивные продукты есть будем? В Региональном Центре облучательных технологий осуществляется работой по оказанию комплексных услуг, радиационной модификации материалов, стерилизации медицинских изделий, обработке пищевых продуктов и сельхозкультур методом холодной стерилизации. Производственный процесс предполагает использование промышленной гамма-установки, оснащенной источниками КОБЛ-60. Фраза, озвученная в одном из видеороликов, отчасти отвечает на заданный выше вопрос. Это безопасно. Гамма-излучение – это просто свет. Он пришел, сделал свою работу и ушел. Остаточная радиация отсутствует. Для нашего проекта команда выбрала попытку стимулировать полностью оконфицированный процесс облучения. В этих же слайдах видно, что из-за того, что происходит. Ныжный погрузчик в зоне склада. Конвейер. Зона с источником излучения. Подвес для перемещения контейнера с обучаемой продукцией. Бассейн для хранения обучающих элементов. Соревновательный сезон закончен. Но мы хотим продолжить работу над проектом по двум основным причинам. Роликовый конвейер и монорельс требуют освоения новых технологий и современного оборудования. И это надо освоить. Некорректная работа датчиков мешает уже не первый год получить качественный прогон. Также более подробно необходимо изучить производство в реале. Система обеспечения радиационной безопасности обслуживающего персонала должна быть изучена более подробно и реализована в проекте. Спасибо за внимание. В начале пути погрузчик забирает палету с облучаемой продукцией. И направляется к конвейеру. Продолжение следует... Вот он уже подержает конвейером. Сейчас датчик цвета увидит наличие контейнера. Перетащит его на конвейер. После чего его захватит подвес, контейнер. И отвезет на облучение. Происходит сам процесс облучения. После этого подвес возвращается обратно. Вставит обратно контейнер. И специальный поршень вытолкнет контейнер на кузов. Теперь горзовик направляется на склад. И сейчас специальный манипулятор заберет и поставит его на его место на складе. Поехали! «П Earth, Like! Теперь это манипулятор поставит у нас контейнеры на место, отведенное на склале. Все.